ПЕСНЯ ПЕСНЯ Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Актуальное интервью». Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси представляет севастопольцам культурно-исторический проект под названием «Времен, связующая нить», посвященный 105-летию знаменитого концерта Федора Ивановича Шаляпина в Севастополе. 11 июля большая концертная программа ожидает жителей и гостей нашего города на летней эстраде Приморского бульвара. И сегодня мы поговорим об этом проекте с народным артистом России, солистом Большого театра Владимиром Анатольевичем Маториным. Владимир Анатольевич, здравствуйте! Здравствуйте! Рады встрече с вами в городе Севастополе, в нашей студии. И так, действительно, это прекрасный, удивительный проект, посвященный историческому для нашего города событию, выступлению Федора Ивановича Шаляпина на той самой летней эстраде Приморского бульвара, на которую сегодня выйдете вы и многие другие артисты. Расскажите, пожалуйста, о том, как родилась идея этого проекта. Идея рождалась долго, потому что это началось лет пять тому назад, но все время были какие-то препоны. Вот, и всякие были трудности, и в этом году мы выиграли приз. Вроде так просто выйдет один человек и попоет, на самом деле нет. Целый оркестр, замечательный оркестр местный. Да, и мы привезли большую бригаду. Приехали студенты, у нас есть молодежная группа. Это студенты и выпускники Института Гнесиных, теперь Академии. Но немножко от той программы, которую пел Федор Иванович, мы отклонились. Что касается репертуара, расскажите, что услышат наши зрители? Услышат. Услышат много хорошего в моем исполнении. Прежде всего, это песня варьевского гостя «Запер и Садкова». Это несколько русских песен, которые любил петь Федор Иванович. Это и есть «На Волге утес», это «Из-за острова Настрежень», это «Ах, Настасья, ты Настасья», это «Вдоль Попитерской». Потом целый разлив у нас разнообразной музыки. Споет студент и «Жди меня, я вернусь». Споет песню из оперы «Русалка» студент. Это вот настоящий концерт. Я бы сформулировал, так сказать, к сердцу вынос, разнос добра, добра и щедрости. Конечно, волнительно. Открытая эстрада, мало того, что освещена талантом и памятью Федора Ивановича, но, тем не менее, на воздухе все время петь хуже, потому что ветерочек приморский развеивает, чуть-чуть звук. Будут помогать нам, микрофончик поставим. И такой же примерный концерт, чуть побогаче, с разливом, будет на следующий день, через день, в Театре Луначарского. Но там больше будет произведений, которые любит любая публика. Мы подключим фортепьяно, и будут романцы. «Гори, гори, моя звезда». «Немщик не гонил лошадей». Ну и другие. Пользуясь случаем, конечно же, стоит пригласить зрителей еще и 12 июля в Театр имени Луначарского на большую разнообразную программу. Дорогие зрители, приходите, не пожалеете. Как вам работает с нашим замечательным оркестром под управлением Людмилы Королевой? Оркестр называется «Жемчужина России». Вы впервые работаете с нашими местными музыкантами, подготовили такую большую основательную программу, насколько я знаю, за довольно короткий срок. Да, удивительная подготовка была. Мы провели две полные репетиции, трехчасовые, и как бы все почти с листа на раз получилось. Вот, трудно было подобрать репертуар, из-за того, что оркестр с басами мало общается. Поэтому все, что мы хотели предложить, не все совпало по линии количества нот, по количеству инструментов, и я обращаюсь к руководству страны, Крыма и города, что такое оркестр, конечно, нужно лелеять, и, конечно, расширить состав, чтобы было больше инструментов. Для меня те города, где есть оркестр народных инструментов, становятся на две позиции выше, потому что ничто так не выражает русскую душу и русскую музыку в ее разнообразии, как оркестр народных инструментов. Это душа России, где вот начинает... И что-то в душе зрителя и певца раскрывается, невидимо и трудно сформулировать. Удивительно. Я вас поздравляю, что есть такой оркестр, что есть такой замечательный дирижер, и я надеюсь, что кто-нибудь из руководства заглянет, и я это повторю с высокой трибуны, что надо беречь и лелеять оркестр. Надо сказать, что много лет назад я здесь выступал, но мы привозили оркестр свой, россияне, потому что было разделение черноморского ансамбля и русского с украинским. И поэтому, сколько мы не звонили, у нас нет времени, нет ни времени, мы привезли, нашелся богатый человек, который дал денег, мы привезли свой оркестр. Но тем не менее, значит, в доме флота мы выступали, и в том числе оркестр черноморского флота был. Вот. Потом была замечательная встреча, мы пели на корабле «Корабля Москва», когда сильно дружили. Москва, Елужков просил приехать, вот, значит, выступили, дали медаль, кстати говоря, к юбилею флота. Но я не взял с собой, боялся, вот длинная дорога. Ну вот. И был концерт здесь, я бы сказал, неудачный. Это в Ялте 10 лет подряд проходил такой кинофорум «Вместе». Идея была такая, что, значит, Россия, Россия, Украина и Белоруссия должны быть вместе. И тогда это было, как бы, вот, назревало, что должно быть вместе. И мы сюда приехали в Севастополь. Огромной группой героев. Было 10 народных артистов. Были замечательные киноартисты, популярные. А, значит, публике было, ну, 40 бабушек, которые затерялись там у заборов, в тенечке. Мало того, что это было в 4 часа или полпятого, когда жарище. И как бы вот до этого гордо завкультурой сказал, у нас два дня биткомплощадь была. К нам ляпс, ляпс приезжал. И вот это было, так сказать, вот, посулат. Петь хорошо или не петь вообще? Но, тем не менее, вышли, спели, хоть зрителей было немного. Нет, хоть что. У нас задача такая, значит, мы не на издельной работе. Кто придет, будут зрители, не будет зрители, и концерт состоится. Другое дело, что, когда, значит, принимают вялое дело, делают должение, то, что написано там, 12 вещей, 15, вот это и будет. А если проснуться и похлопают, и будут орать, то это будет 2,5 часа, 25 вещей с бесконечными повторами, потому что репертура у нас огромный. Надо сказать, что фонд, который я возглавляю... Давайте немного поговорим о нем. Это фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси. Вы возглавляете его с 1997 года в течение многих лет. Немного об этом фонде, как он появился, каковы его основные цены. Появился парадоксально, значит, я начал готовиться к пенсии и подумал, чем я буду заниматься, так сказать. Преподавание, оно, конечно, интересное, но не такое, как выступление перед народом. Потом, посещая малые города, у меня такая появилась боль, нарыв от того, что у людей, кроме, значит, кинотеатра, магазина и у лучших людей винной лавки, ничего нет. Здесь в городе я выхожу на балкон, на девочек можно посмотреть, посидеть, попить на набережной, пойти в музей, пойти на набережную. То есть замечательно, есть где человек, а так, значит, в провинциальных городах никуда. Тем более, с церквью порушили, не везде есть. А так, значит, вот, неволей-неволей, ну, парадокс. С тех пор, как мы назвались малых городов, нас стали звать и большие. Потому что... Там тоже такие проблемы есть? В больших городах, вот то, о чем вы только что сказали. Нет, на самом деле, в телевизор не скажешь, у нас проблемы с культурой сильные, большие. Я расскажу, в чем дело. Раз там не понимают, потому что нужно деньги качать, значит, туризма, спорта, молодежи и культуры. Я полагаю, культура неправильный ответ на вопрос. Культуру включает, культура общения, культура одежды. Культура, так сказать, вот всего. О, Маторин, как я люблю его. Значит, а мы занимаемся искусством. И вот, значит, из миллиона человек автомобиль могут водить 950 тысяч, а заниматься пением, культурой, театром раз-два я общался. И это нужно выращивать, лелеять, так сказать, вот. Большей частью воспитательный наш концерт идет к тому, что я всегда дорожу, когда много детишек бегает, молодежи. Потому что раз послушали, два послушали, стало нравиться. А не то, чтобы, так сказать, мы ехали на бульваре сегодня. Бум, тюнтюн, бум, бум. И все кайфуют. Когда пиво пьешь, то все равно что там бухтит по радио. А здесь немножко нужно и душу напрячь, и внимание, и быть готовыми. Надо сказать, что в моей печальной жизни, И только два года за 10 лет учебы были уроки пения. Но тогда это было смешно, там мне было 10 лет, хором какие-то песни пели. Но все-таки что-то, видно, там осталось, какая-то клеточка зацепилась. Ну и вот, нет уроков пения. Это печально и трагично. И, в общем-то, не везде хорошо работают музыкальные школы, чтобы занять людей музыкой, как тонкой субстанцией, которая требует и внимания, и размышления, и каких-то знаний, и навыков. Извините, что так долго? Это что-то передают в эфир вот это? Да, это сейчас зрители видят. Любите этого артиста, любите. Вот это да. Вот для того, чтобы вас полюбили еще больше, хочется задать несколько вопросов, которые касаются вас, вашей жизни, вашего творчества в течение 17 лет. Насколько мне известно, вы служили в музыкальном театре имени Станиславского и Неменовича Данченко. В Большой театр вы пришли в 1991 памятном году, когда развалился Советский Союз. Расскажите о том, каким образом этот переход произошел. Ну, надо сказать, что все, кто начинает учить пению, конечно, мечтают о Большом театре. Почему? И архитектурный памятник, и внутри. Красотища. И спектакли уж там, если выходит человек, гремен, генерал так настоящий. И полеты, и пуговицы, ординаты, так сказать. Ну и так далее. Вот. Но по мере того, как учишься, в наше время не уделяли ее внимание тому, что готовят именно оперу. Там, где я учился, организовывался Музыкальный Педагогический Институт. И черточка стояла, что больше это педагогический институт, артистов много. Ну вот. Но так волей-неволей одним из моих учителей была Майя Лапольевна Мельцер, ученица любимая Станиславского. Она меня и привела в театр. В 72-м, а может даже в 73-м послушали, сказали, мы вас берем, ждите, кто уйдет на пенсию, вы следующий. И полтора года я ждал, потому что телефон не работал. Вот. За это время я успел сбегать, попробоваться в Большой театр в 72-м году. Но помню только одно, как я дверь открыл, и потом, как я эту дверь закрывал, все остальное как в тумане. В комиссии сидела. Боги. Архипов, Оунирцев. Даже не знаю, кто еще это. Была Лена Образцова. Вот. Но как бы не было расклада. На самом деле, значит, все думают, есть же вакансии и есть расписание. И если пять басов есть, пока один не уйдет на пенсию, взять не могут никого. Сейчас легче. Сейчас берут на договор, и у нас в труппе человек 40 числится. Солист Большого театра, значит, на спектакль приглашен в 25-м году, если умрет Моторин. То есть, считается, солист, контракт есть, а спектакля нет. Как бы условно. Хорошо, у нас организовали замечательный педагог Вдовин исполнил мечту Кусаниславского. Ведь от Саниславского Немировича организовывался как оперная студия при Большом театре молодежной. А уж потом перерос в свой персональный. Вот. Сейчас эта идея, значит, международная у нас есть оперная молодежная студия, где набирают каждый год несколько человек. Они участвуют на маленьких ролях в спектакле, они участвуют в концертах, которых много в Большом театре. И они ездят вот по стороне, и за границу. Вот такая у нас есть замечательная вещь. И вот по этой стезе мы шагаем. Театр Саниславского, где я спел 30 ролей. При том, что, значит, для вас не будет секретом, что идет спектакль, а в нем есть уже 4 участника на эту роли, там, на другую. Пока кто-то уйдет на пенсию или заболеет, ждешь, можно годами ждать. Много партий очень хороших, я ждал, так и не даже. Нужно иметь железное терпение. Нет, надо сказать, что как родная мать Мои Теата Саниславского и Нюровича, потому что он вырабатывает профессионализм. Прежде всего, ты не можешь выбрать роль, а когда только освободиться, и не та, которую ты хочешь. Надо выжидать, потерпеть, поучить, показать дирешеру, он скажет, ага, молодец, давай. Вот. Это очень важно. И потом, чему не учат, это умение с утра притыкнуть язык до крови и делать вид, что ты все нравится. Стоит сказать, что Максим, что ты не очень, как значит, это считай, что написал заявление, передачи будут пореже, а потом их не будет совсем. Ну, не хочет его видеть. Вот. Поэтому очень важно. Но я дослужился, слава Богу, до чего. Сколько? Из 17 лет. 10 лет, если мы ждали. На будущий год будет Борис Бунов. На будущий год будет Борис Бунов. Наконец состоялся выдающийся спектакль дирижер Колобов, Реша Рыванова, замечательный художник, Бархин, Царство Небесное. И взяли первую редакцию Бориса Гудунова. Вот тут как бы Моторин раскрылся в полной красоте и заодно и вакансии освободились. Один уехал, другого на пенсию, так сказать, вот. И мне повезло сразу. Первые роли у меня были в 1901 году. Это, естественно, Гремен и Раны. В октябре я уже спел. А в декабре я спел и Сусанина, и Бориса Гудунова. И надо сказать, что Борис Гудунов чем сложен, что до меня были не просто выдающиеся, а гениальные люди. В первую очередь Цедр Иванович Арякин. И они задали драматической части исполнения огромную высоту. Кроме того, всегда пели первачи. И кто пел Бориса Гудунова, светило народный СССР получить, потому что и костюмы 20 килограмм на венчание, и традиции, и декорации, и звучание оркестра. Вот. И огромная сложность в чем? Мусоргский Владислав Петрович был по своей сути бас-баритон. И все, что хотел написать, писал для баса-баритона. Может быть и баритон спеть, может и бас. Но для баритона низковато, а для баса высоковато. Поэтому, когда через неделю Борис Гудунов вокалист уже становится багровый. Потому что вот это все и традиции, и огромный простор Большого театра, и огромное изучение оркестра все это психологически давит. И потом, когда ты пришел в театр, тебя смотрят, ну давай, набрали. Не могу ругнуться в телевизор, потому что я иду по улице, навстречу бежит человек. И кто? Моторин, что ли? И я говорю, да меня с ним путают. А я, значит, с 1991 года, почему я в вашем театре? Я начал трачивать бороду. Шли съемки Бориса Гудунова для телевизора. И, естественно, вдруг начал расти. И он говорит, даже тебя взяли на чью театру. Как бы начало был такой чарующий. А он, значит, на два года был старше меня. И сразу со второго курса его взяли куда-то. Театр в Казань. Вот. А так он стоял в хоре с Вешниковой. И он говорит, да, докатились же, всякое говно собирают. Некогда мне с собой болтать. Ты что там поешь что-нибудь? Я говорю, книжек дали много. Учу. Что, так ничего не спел? Да и спел. Говоришь, Гудунова Ивановна. Ну, мне некогда, некогда, некогда. И убежал. Я думаю, как интересно. Иду по улице, она столько знаменит, чтобы вот обмазать тюрьмом. Человек остановился и заинтересован и спасил. И себя взяли в машину. Он меня не слышал живого никогда. Тем более в театре. Вот подобного рода высказывания и отношения людей, оно подстегивает вас или все-таки огорчает? По-разному. Нет, я расскажу. Дело в том, что артист в опере, он как бы в одиночной кавере пришел в театр, прошел гримерку, оделся, загримировался, вышел, опять. Начал опять. Я никого, ни с кем не общаюсь. Как хлопают, практически не слышно. И насколько после Бориса и Сусанина нервные, и отдача, что вот что вы спрашиваете, а я обрубиться не могу, так сказать, потому что там продолжается вот эта работа, вот здесь ошибся, а вот здесь, так сказать, вот такая сложная мозговая, но главное, что не только мозговая, а психофизическая. Потому что просто сказать, Борис Годунов идет 22 минуты, если просто наоборот. А тут целая история. Горшина жизни человека, он стал царем и понимает, что вляпался не только по самой ухи, а что раскребать-то, когда он там на первых местах был, тут этот отвечает, тут сказал, тут припрятали, этого убили на всякий случай, чтобы не болтал. потом сцена сумасшествия, где он, размышляя о жизни, о том, что он столько сделал, а что-то не выходит. В конце концов, кончается, говорит, с ума с вами, да. Потом следующая сцена, я играю инфаркт, когда он из храма выходит и подвигает этот человек к недоразвитой, говорит, убийца при всех, знаешь, так сказать, вот. И последняя сцена, где он умирает, тронный зал, собрание идет, большое партсобрание, и он болеет, он переживает, так сказать, а сильно это не сыграешь, это вот скрытая эмоция, напряжение. Единственное, что я придумал, закатает, пусть войдет, я делаю так, всем видно, тысячи человек, что мне, наверное, да. И дальше начинает смерть передать прощание с сыном, который передает все. И для меня последние годы было очень важно успеть отца сказать, потому что он успел причаститься, и по истории пошла горлом кровь, видно, они его отравили по традиции, вот. И все-таки он три часа дождался, что он успел причаститься, и монахом ушел туда на небо. Ну, интересно рассказывать, вот. Дело в том, что столько Мусорский вложил в это произведение, первый раз, когда нам предоставил императорские театры, они забурковали. Нет женских образов, нет ничего веселого, кроме пьяной песенки Варлама. А потом чуть-чуть вот как бы все притерлось, и я даже стал думать, что ему деваться было некогда, вот была такая игра, такая демократия, значит, где он не туда посмотрел, и уже, так сказать, или глаза выказали, руку отрубили на всякий случай. Владимир Анатольевич, давайте поговорим немного о том, как вы оцениваете с высоты корифея оперного искусства все то, что сегодня происходит в Большом театре. Вот, позвольте себе одну цитату из вашего интервью, такую довольно горькую. В последнее время, как артист, исполняющий партию Бориса Годунова, да и просто как размышляющий человек, думаю, что наше поколение постепенно выживают. Значит, первый ответ. Чем жив театр? Тем, что выживают. Не все роли. Самые счастливые люди басы, потому что они играют или стариков, или мудрецов, или царей, и это как бы Борис Годунова, он умер в 53 года. Моему первому Борису было 40 лет. Значит, и так потихонечку он старел, 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 но все-таки вот царь, костюм, образ, заглавная партия. Вот, как бы к этому надо готовиться. И вот, благодаря фото организовался именно тому, что я с 98-го года имел право уйти на пенсию, и до сих пор не ухожу. Вот, а как бы готовлюсь. Искусство не кончается оперным театром, тем более не в каждом городе есть театры. И опера очень дорогое искусство для трудящихся людей. Почему? Здание, оркестр 100 человек, хор 100 человек, солист один лучше другого, там человек 20, вообще в трупе их 50. Вот. А самое главное, что тот уровень культуры, который, так сказать, вот, скажи сегодня в Севастополе будет опера, жарко, понимаешь, так сказать, вот, ну, завтра схожу, как бы вот, это не то дорогое удовольствие, которое нужно локтями обещать, общий уровень подготовки. Замечательно сказал «При моей жизни Покровский», который он сказал, ну, вы готовьтесь к тому, что в каждом опере, в каждом городе не будет оперы. Более того, не все придут. Более того, это не кинотеатры, так сказать, вот, если бы развивали оперу и пропагандировали, так сказать, вот, было бы немножко по-другому. Незабьенные гастроли у меня были в Мюнхене, там один из спектаклей на колоннах, похожий на Большой театр, огромный экран, и все, что в зале творится, внутри, то передается, и две тысячи человек сидело на полу и слушали, и более того, нас заставили в костюмах выбежать, сказать им «Здрасте» и убежать. Приучают, и моя жена приползла во восторге, потому что, значит, захватила с собой скамеечку и сидела, сидела молодежь, не дышали, на чужом языке, понимаешь, какие-то там русские артисты приехали, посещение театра, это вот не только огромное желание, а вот душевная потребность, потому что билеты дорогие, и сколько я ни гастролировал за рубежом, зал всегда полный. Но сегодня на нашей летней эстраде Приморского бульвара вход, естественно, будет совершенно свободным, послушать вас и участников большого концерта, имеют возможность все желающие, завершая нашу беседу, к великому сожалению, встреча подходит к концу, давайте еще раз пригласим севастопольцев, гостей города, сегодня на летнюю эстраду Приморского бульвара и завтра в театре Милуначарского. Послезавтра. Послезавтра. Послезавтра, да. Приходите, не пожалеете, будет очень интересный концерт, будет встреча с интересными людьми, значит, немножко из музея Бахрошина о нас расскажет. замечательный, заслуженный артист Рубцов. Но главное, что вот для нас это долгожданная встреча и те, кто не придет, об этом сильно пожалеют по рассказам тех, кто придет. Добавлю, что начало в 19 часов, друзья. Спасибо вам огромное, Владимир Анатольевич, за то, что нашли время, посетили о нашем студии. Спасибо, что пригласили. Это так трогательно, вот, обратиться к севастопольцам. Мы любим ваш город, он чудный, в нем речка есть, море, в нем замечательные здания, а главное, в нем замечательные люди, которым мы хотим подарить вот вечер удовольствия и счастье, потому что всю жизнь мы занимаемся разливом тепла и добра и света. Но за годами получается, что всех обогреть не удается, но те, кто придут, не пожалеют. Спасибо большое. До вечера. Благодарим вас еще раз. Всегда рады встрече. Напомню вам, что сегодня гостем нашей студии был народный артист России, солист Большого театра Владимир Моторин. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok